В целом, отлично сыграли. Команда собралась. Играли против сильного соперника, одного из лидеров по дублям. В принципе, последние игры играем достаточно сильно. Несмотря на то, что все говорят, что в плей-офф нам без строя будет сложно, сегодня как бы строя не было, и мы всем доказали, что можем и без него играть с лучшими дублями по МБЛ. В целом, заметно, что уровень соперничества подрос. Нам в каждой игре навязывают достаточно жесткую, бескомпромиссную борьбу. Поэтому я только за то, чтобы рос уровень не только первых команд, а и вторых. Поэтому и у нас будет в целом прибавление по игре, по каким-то комбинационным взаимодействиям. Чем сильнее соперник, тем интереснее. Да, так получилось, что моя бывшая команда МГПУ перебрались в МБЛ. В альтернативную лигу. И в тот момент я получил очень серьезную травму. И так получилось, что я оказался за бортом команды. Вояк играл один из моих лучших друзей, Семен Шадрин. Он, собственно, меня позвал потренироваться. Тем более, тренировочный зал находится в 5 минутах от дома и от работы. Поэтому все совпало. И ребята отлично, и атмосфера, и тренер отлично. Поэтому мне комфортно играть. Сильная команда. Поэтому тут и играем. В целом все на уровне. Нравится активность на сайте. Постоянно выкладывают статистики, видеоролики, фото, отчеты. Поэтому мне все нравится так держать. Мне нравится рубрика «Трэш-токинг» вместе с моим другом Максимом Клыковым. Также смотрю и серии открытых микрофонов. Тоже достаточно интересный персонаж. Общается с Алексеем Лесных. Тоже интересно. Честно, не был в Москве. Поэтому не получилось посмотреть. Но видел нарезку, где Зорин с Максимом Клыковым. Как раз ряд интересных моментов обсуждают. Вот эту нарезку я посмотрел. В прямом мене в зале. Да, я в курсе, что есть день и ночная, если не ошибаюсь. Так свяжу. Не сказал бы, что подробно изучаю все команды, их распределение по турам. Но в целом знаю, кто где играет. Не более. В принципе, я не уверен, что нужно. Потому что это целое, скажем так, организационное и финансовое обязательство. И есть отличная компания, как Street Basket, которая на профессиональном уровне организовывает. И смысл с ними конкурировать или проводить что-то альтернативное, я не вижу. Не сказал бы, что сильно. Так просто иногда в матче Евролиги, некоторые матчи НБА смотрю. Тут все зависит от того, будет ли интересно нашей публике. Если там будет битком забитый зал, и там будет хорошая аудитория по телевизионным вещам. Почему нет? Ну, я сомневаюсь, что там будет что-то, естественно, стоящее. Мне кажется, это проблема мотивации. Что люди привыкли играть профессионально с игроками более серьезного уровня. Получать за это деньги. А тут, мне кажется, они просто так-то приходят на игры погонять раз в неделю с друзьями, не более. Естественно, их уровень падает и сравнивается по уровню нас, любителей. Как мне кажется. Вопрос достаточно сложный, на самом деле. Потому что сложно, мне кажется, доказать, по-спортивному был перенос игры или не по-спортивному. Поэтому, если будут действительно весомые доказательства, то есть смысл вводить какие-то санкции, страфты, возможно, снятие этих очков или еще что-то. Но, опять же, доказать это достаточно проблематично. Попкорн, вареная кукуруза. Собственно, все. Стандарт. Любите баскетбол, приходите с семьей, обучайте своих детей этой лучшей игре с мячом. Радуйтесь, проводите время с друзьями. Не только на баскетбольной площадке, но и на других местах. За здоровый спорт и, главное, без травм. Субтитры создавал DimaTorzok